Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Вместе против терроризма. Самарцы соболезнуют питерцам, пострадавшим в теракте 3 апреля. Бульвар Челюскинцев продолжит благоустраивать. Глава Самары проинспектировал Октябрьский район. Где можно купить экопродукты по низким ценам? Сельскохозяйственная ярмарка на площади Куйбышева переезжает. Мусульмане отметили Новый год на Врус, а православные готовятся встретить Пасху. Игра в догонялки. Крылья Советов дважды сравнивали счет с пермским Амкаром в премьер-лиге. Более 50 тысяч самарцев вышли на площадь Куйбышева в поддержку питерцев, которые пострадали от взрыва в метро 3 апреля. Общественная акция «Вместе против терроризма» прошла во многих городах России. Трагедия, объединившая миллионы людей, не является чем-то далеким. В ней пострадал и студент из Тольятти. Несмотря на ранения, он вынес из поезда женщину с грудным ребенком. Об акции памяти в Самаре. Репортаж Валерии Макаровой. Более 50 тысяч человек вышли на площадь Куйбышева, чтобы сказать «нет терроризму». Так самарцы выразили свое отношение к трагическим событиям, произошедшим в Санкт-Петербурге 3 апреля. Это проблема, которая касается всех нас. Ну, даже это выразить, ну, не укладывается в голове даже, что такое может быть. Вот пришли мы сюда, чтобы поддержать, что мы за мир, что мы против террора, чтобы мы жили в спокойствии. И наши дети, чтобы мы не знали, что это такое. Ну, конечно, это для всех большое горе. Вот. И поэтому все сейчас собираемся вот на площади выразить свое соболезнование. И сейчас мы собрались здесь, чтобы выразить соболезнования всем тем погибшим людям абсолютно ни в чем не повинным. Я считаю, что каждый человек должен выражать активную свою гражданскую позицию. Общая беда объединила людей разного возраста, разных профессий и религий. На сцену выходили почетные граждане Самары, ветераны, представители общественных организаций, деятели культуры. Я не очевидец, но мне рассказывает моя дочь, мой сын о том, как сплотились люди, сколько людей пришло на площадь технологического института, как помогали друг другу, таксисты бесплатно возили. Вот это, мне кажется, пример нашей солидарности. При взрыве в метро Санкт-Петербурга пострадал и наш земляк, 18-летний тольяттинец Михаил Вепринцев. Сейчас он находится в больнице. Отец молодого человека также пришел на площадь Куйбышева и был поражен количеством людей, которые сочувствуют его беде. Сломить нас многие хотели, не сломили. И не будет этого никогда. Так что, дорогие граждане, земляки, самарцы, спасибо вам большое и низкий поклон вам. Семье Вепринцевых по поручению главы региона будет оказана материальная помощь. Губернатор Исам был среди тысяч людей на митинге. Главное сплотиться, быть вместе. И мы только тогда сможем добиться успеха, добиться побед и добиться и уважения к себе, и в итоге великой страны и хорошей жизни. Такие акции прошли по всей стране, как дань памяти погибшим при теракте в питерском метро 3 апреля. Валерия Макарва, Артем Сулайманов, События. Меры безопасности в общественных местах и на транспорте усилены. Работа в этом направлении продолжается. За неделю сотрудники полиции совместно с Нацгвардией ОМОН и вневедомственной охраной досмотрели почти полторы тысячи машин и автобусов. О совместной работе силовых структур сегодня говорили на заседании антитеррористической комиссии в областном правительстве. Терроризм и экстремизм – не абстрактные понятия, а жестокие реалии современности. Это подтвердил теракт в Санкт-Петербурге, отметил губернатор Николай Меркушкин. Нам необходимо тщательно проанализировать, что сделано, что еще надо сделать для нейтрализации, исходящей от террористов угрозы. Важно работать на опережение, выявлять и пресекать факты подготовки террористических актов, в том числе с использованием разных устройств, конечно, как самым страшным, у террористов-смертников. Кроме дополнительных мер безопасности на транспорте и в местах массовых скоплений людей, необходимо усилить профилактическую работу с жителями области. Особый упор губернатор посоветовал сделать на молодежь, как наиболее активную часть населения. Бульвар Челюскинса в Самаре продолжат благоустраивать в прошлом году. В порядок привели одну сторону улицы. Этим летом незаконную торговлю закроют и на втором тротуаре. Изменения на бульваре только начало. Жители соседних домов стремятся приводить в порядок и свои дворы. Об этом горожане рассказали главе Самары. С проверкой он проехал по Октябрьскому району. Что раскритиковал Олег Фурсов, знает Марина Кравцова. Год назад пройти по улице Челюскинсов было сложно. Участок от проспекта Ленина до Новосадовой был покрыт торговыми развалами. На нелегальную торговлю и грязь от лотков жаловались жители ближайших домов. Сегодня картина иная. По правую сторону улицы благоустроенный новый тротуар с лавочками и клумбами. Эту территорию в прошлом году за деньги районного совета мы ее благоустроили. Здесь будет большая клумба. Я думаю, одна из самых красивых, которые на этой территории. Теперь задача очистить от лотков и киосков и вторую сторону улицы. Жителей беспокоит и торговля с автомобилей, как и сами грузовые машины, припаркованные прямо во дворах, рассказали активисты главе Самары Олегу Фурсову. У нас вот эти вот две машины, здесь организована незаконная торговля. Они просто превращены у нас в склады. То есть они всю зиму стоят, и если вы увидите, то там не чистится дорога, потому как невозможно просто это сделать. Просим, пожалуйста, убрать. А там наверху еще одна машина стоит. Собственников автомобилей разыщут вместе с полицией, чтобы убрать сомнительные передвижные торговые точки. Весной в приоритете вопрос благоустройства. Горожане готовы помочь с уборкой своих дворов и озеленением. Интересуются, будут ли бесплатные саженцы. По кустарникам сейчас нужно сделать заявку в управляющую компанию. Эта заявка будет аккумулироваться в районе, и они будут информировать нас. 3000 деревьев кустарников мы готовы отдать на апрель. В этом году к весенней уборке новый подход. Дворы, где люди проявили наибольшую активность, будут благоустраивать. Персональные поощрения в виде билетов на концерты и выставки. Дисконтных карт на скидки в магазинах получат и самые усердные горожане. К преображению Самары подключились и коммерческие компании, рассказал Олег Фурсов. В этом году строительные компании в рамках субботника сказали нам, давайте мы деревянные дома в старой части города сами покрасим. Вот это очень важные изменения в нашем городе. Их надо, конечно, поддерживать всем нам. Если мы выйдем на субботник, работа найдется всем, и мы потом такое удовлетворение с вами получим, что город меняется. Это очень важно. Проблемные точки Октябрьского района, как на ладони, во время объезда. Маршрут выбрали не парадный. Проезжают и по небольшим улицам Ярошевского, Потапова, Гаражная, Лукачева. Здесь и большинство замечаний. Особое внимание обратить на подбор мусора, обрезку деревьев, в состоянии рекламных конструкций и остановок, поручает глава города. Рекламные конструкции тоже надо помечать. Вон обклеены они. Была практика, когда обматывали рабицы и столбы, и основание рекламных конструкций может вернуться. Уже можно приступать и к покраске ограждений. В порядок необходимо привезти и заборы. Тут предстоит поработать с хозяевами частных домов. Замечания, выявленные во время объезда, районным властям и муниципальным предприятиям поручено устранить в кратчайшие сроки. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Утро понедельника у некоторых самарцев началось не с кофе и даже не с учебы. Студенты вышли на уборку. Вместе с активистами движения «Чистый город» молодежь приводила в порядок сквер Фадеева на проспекте Ленина. Эта генеральная уборка – одна из многих, которые проходят сейчас по всей Самаре. Впереди общегородской субботник 22 апреля. Как приводили в порядок сквер в Октябрьском районе, расскажет Олеся Корецкая. Понедельник – День веселый. Студенты восьми самарских вузов приводят в порядок сквер Фадеева. Для многих из них место знакомое и любимое. Согреваем, мусор. Не холодно? Да нет, нормально. Свежо. Это же все для нашего здоровья, для нашего блага. Мы делаем это все для себя, чтобы тут нам было приятно гулять, отдыхать. Студентов пригласили активисты движения «Чистый город» и молодежного парламента. Субботники проходят по всему городу. В каждом районе работают по 200-300 человек. Ворошат снег, разбивают лед, собирают прошлогодние листья и мусор. Приводят в порядок все скверы, парки и площади. Это те места, где в дальнейшем, когда наступит еще более теплая, замечательная погода, когда наступят каникулы, молодежь будет проводить время отдыхать, гулять, играть в футбол и заниматься другими видами спорта. Авангард молодежи, который состоит в молодежном парламенте, прекрасно понимает, что они должны показывать пример всем молодым жителям и просто жителям районов города, что они должны участвовать в благоустройстве. И там, где они уберутся, они уже стопроцентно не будут мусорить, и их друзья будут поступать так же. Умеренная физическая нагрузка на свежем воздухе и общение с друзьями – такая работа студентам по душе. Тем более, что в этом году девиз всех субботников – «Поработал, отдохни». В конце апреля все участники уборки получат подарки и сувениры. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов, События. Ярмарка переедет в Самарской мэрии. Обсудили несколько вариантов, где расположится сельскохозяйственный базар во время реконструкции площади Куйбышева. Планируется, что торговые места будут под крышей. Где самарцы смогут купить свежие продукты по доступным ценам, расскажет Марина Матвейшина. Полюбившаяся самарцам ярмарка поменяет месторасположение. В этом году площадь Куйбышева, где традиционно разворачивалась сезонная торговля, будут капитально ремонтировать, из-за чего городские власти готовят новые площадки. Рассматривается четыре варианта, чтобы и горожанам было удобно доехать за продуктами, и местным производителям было комфортно торговать. Рассказывает на оперативном совещании в мэрии руководитель профильного ведомства Александр Андреянов. Это крытые ярмарки, чтобы мы уже их ставили достаточно стационарно. Они с возможностью кондиционирования, с возможностью отопления. В общем, это бизнес-проект. Кроме удобства для покупателей и продавцов, необходимо следить за порядком на территории ярмарки, чтобы мусор вывозился вовремя. Кроме того, поручает мэр Олег Фурсов, нужно регулярно контролировать цены на продукты. Земля предоставляется бесплатно для торговли, и там цены должны быть не такие, поскольку люди практически ни за что не платят, если только за уборку в каких-то вещах и за доставку. Поэтому надо следить, чтобы цены были ниже, и действительно люди могли с невысоким доходом покупать более недорогие качественные продукты. В феврале-марте в Самаре прошли предпраздничные ярмарки. Они оказались очень популярными среди жителей города, и в мэрии планируют развивать это направление дальше. Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События. В Самаре построят зарядные станции для электромобилей, где разместят необычные заправки, знает наш экономический обозреватель Лариса Шлафаст. Здравствуйте! Цена нефти в начале недели чуть подросла. За один баррель марки «Брент» дают 55 долларов 90 центов. Валюта дорожает. На 11 апреля Центробанк установил курс доллара на отметке 57 рублей 38 копеек, евро 60 рублей 74 копейки. Золото стоит 2313 рублей, серебро – 33 рубля 10 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 57 рублей 45 копеек, дороже всего продать за 57 рублей 20 копеек. Федеральная антимонопольная служба сообщила, фарм-производители в добровольном порядке снизили цены на 239 жизненно важных лекарств для лечения туберкулеза и гепатита. Иномарки с пробегом с начала года подорожали в среднем на 3%. И эксперты говорят, эта тенденция продолжится. А в Самаре построят зарядные станции для электромобилей. Разместить их планируют в районах многоэтажных домов и бизнес-центров. На этом все. Удачи в делах! Далее коротко о других событиях дня. На участке автодороги М5 Урал на Оренбургском направлении произошел размыв и проседание дорожного полотна. Трасса перекрыта сотрудниками ГИБДД. Организован объездной путь по дороге «Богатая Самара-Оренбург» продерженностью 72 километра. На месте происшествия работает аварийно-ремонтная бригада. Производится отсыпка грунта. Кроме того, отмечен подъем воды в реках Малой Кенели и Большой Эргиз. Есть подтопление низководных мостов. Эвакуация населения не требуется, сообщает региональный МЧС. Из-за ремонта Южного моста в Самаре запустят дополнительные электрички. Поезда начнут ходить со вторника 11 апреля. Первая электричка отправится по маршруту «Мирная Самара-Новокуйбышевская» в 6.40. От станции «Мирная» она поедет в 12.01 и в 17.05. В Самаре она будет в 12.26 и в 17.30. Везде указано «Московское время». Кстати, с 15 апреля по средам, пятницам, субботам и воскресеньям назначаются дополнительные пригородные поезда в Самарский аэропорт. Из Самары электричка будет выезжать в 6.04, а прибывать в Курумыч в 7.34. А в обратном направлении поезд будет отправляться в 11.12. На этой неделе в Самаре будут отключать в домах холодную и горячую воду. Это связано с тем, что с 10 по 13 апреля запланировано проведение ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения. Воды не будет в разные промежутки времени. Самое длительное отключение должно занять до 12 часов. Также на Самарской и безымянный ТЭЦ, а также на Центральной отопительной котельной проведут температурные испытания, и потому горячей воды не будет в нескольких районах Самары. В частности, это коснется улиц Карла Маркса, Ракитовского и Зубчининовского шоссе, Меликесской, Физкультурной, Красных Коммунаров, Промышленности, Советской Армии, Новосадовой и Старозагоры. В Самарской области задержаны фальшивомонетчики. В одном из торговых центров Тольятти четверо мужчин пытались расплачиваться поддельными пятитысячными купюрами. Оперативники изъяли у них 37 фальшивых банкнот такого достоинства. Кроме того, у одного из задержанных нашли травматический пистолет. Как установили полицейские, злоумышленники сбывали фальшивые деньги в торговых точках, не оборудованных специальными приборами для установления их подлинности, покупая товар на незначительные суммы на продовольственных и хозяйственных рынках. У православных началась Страстная неделя. Она завершает Великий пост и предшествует празднованию Пасхи. Каждый день Страстной Седмицы носит название Великий и имеет особое значение. Это время самого строгого поста. Начинается оно после вербного воскресения. Марина Кравцова увидела, как в Самаре верующие отметили праздник. С раннего утра во все храмы Самары православные верующие несли небольшие букетики из веток вербы. Именно их принято освещать за неделю до Пасхи в праздник входа Господня в Иерусалим. Пушистые ветки вербы стали символом праздника. Согласно Евангелии, когда Иисус Христос въезжал в Иерусалим, люди клали на землю перед ним пальмовые ветви. Поскольку в России в это время года все деревья стоят еще без листьев, и только на вербе уже распустились почки, праздник получил народное название «Вербное воскресенье». У православных верующих принято освященные в церкви ветки хранить дома весь год. Считается, что они приносят здоровье. Тем, кто соблюдает Великий пост, разрешается в этот день есть рыба и растительное масло. Существуют также старинные обычаи слегка ударять пучками вербы себя и родственников. Это должно избавиться от болезней. Вот я дочке посвятила и себе посвятила вербочку. А вот сейчас домой приду, вербочка, я себя все обобью, вербахлест, бей до слез. Все, все, и головку, и сердечко, чтобы все было здоровым. Впереди самая строгая неделя поста и подготовка к одному из главных церковных праздников – Пасхе. Последнюю эту неделю, конечно, нужно пост держать, строгая эта неделя. В четверг, естественно, уборка квартиры, а там выпечка, печь, куличи, красить яйца. А в старину на Руси этот день также олицетворял пробуждение природы от зимы. С вербным воскресеньем связаны и народные приметы. Так солнечная погода обещает теплое лето и богатый урожай. Марина Кравцова, Максим Гусев, События. Самый древний и вечно молодой мусульмане отметили Навруз. Праздник Нового дня и Нового года ежегодно собирает представители самых разных национальностей. Навруз традиционно отмечают татары, казахи, туркмены, таджики и азербайджанцы. Но в последние годы в Самарской области национальные праздники становятся межнациональными. Навруз-Байрам. Новый год и день весеннего равноденствия. Его встречают с песнями, танцами, чтобы год был удачным. Проводят символический обряд, история которого идет из Древней Персии. Я вам единственное желаю здоровья, процветания и дай Бог, чтобы счастье стал вечным спутником вашей жизни. Самарский Навруз или Наурыс яркий и межнациональный. По приглашению Дома дружбы народов и Союза народов Самарской области в сквере родины собрались представители многих национальностей, а их в регионе больше 150. Этот праздник носит яркое, объединяющее, консолидирующее начало. Он объединяет людей на основе культуры, на основе вечных ценностей для решения тех задач, которые ставят перед нами время. Из года в год все больше у нас народа, жителей Самары, приходят на праздник. Он межнациональный. Это праздник весны, встреча Нового года. Гости развлекаются, мирятся силами на спортивной площадке, покупают татарские сладости, отдыхают в узбекской чайхане. Работает больше десятка выставок декоративно-прикладного искусства, где можно познакомиться с культурой разных народов. В этот день мы накрываем столы, готовим традиционные блюда национальные, ходим друг к другу в гости, желаем добра, счастья. У нас в Наврузе обычно делается сумаляк. Это как бы обычное блюдо из муки, из зерна делается. То есть национально тоже считается как бы. Но я не могу объяснить, потому что я сам не умею делать. Сумаляк – солдовая халва из пророщенных зерен пшеницы с сахаром и мукой. Варится 24 часа. Но и без него участникам Наврузы есть чем угоститься. Традиционные восточные лакомства расходятся быстро. С таким размахом Навруз празднуется в Самаре пятый год. И в будущем обещает объединять с собой все больше людей. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События. В Самаре открылся легкоатлетический сезон. Старт получился ярким, массовым и космическим. На набережной прошел космический забег, посвященный первому полету человека на оклоземную орбиту. В этом году количество участников превысило все ожидания. Каковы шансы у Самары стать столицей бега? Узнала Марина Кравцова. И поехали! Символично. Не после выстрела стартового пистолета, а со словом «поехали» стартуют участники легкоатлетического забега, посвященного Дню космонавтики. В Самаре он проходит уже второй раз. И в этом году невероятно популярен. Участников около 600 человек. Организаторы предполагали, будет в два раза меньше. И на всех желающих даже номеров не хватило. Самые маленькие участники бегут 500 метров. Корпоративной команды 2,5 километра. Для спортсменов-любителей выносливей дистанция 5 и 10 километров. Позволяет вот такому количеству людей проявить свои таланты, пробежаться с утра, ну и почувствовать вообще дух вот этого бегового движения. 5 и 10 километров – это достаточно простая дистанция. То есть это начало сезона, люди только входят в беговое движение. 10 километров за 40 минут 19 секунд. Достойный результат. Первая среди девушек к финишу пришла Антонина Бондарева из Самары. Тренировалась хорошо, готовилась. В принципе, нормальный центр. Атмосфера отличная, трасса хорошо, ребят подготовили. Молодцы. Не заблудились мы, все правильно пробежались. Всего же в этом году пробежать по Волжской набережной приехали любители спорта из 31 города России и даже Казахстана. Забег уже можно назвать международным. Погода, атмосфера и трасса на достойном уровне, делятся участники. Погода, скажем так, как раз для того, чтобы показать хорошие результаты. Ветра нету, атмосфера прекрасная, атмосфера праздника. Я считаю, что в Самаре удалось это сделать второй раз. Я надеюсь, что это будет хорошей традицией, что, скажем так, первый старт в области будет начинаться в Самаре. Для самых быстрых приготовили блестящие кубки. Но без медали не остался ни один участник космического забега. Так в Самаре открыли сезон. Дальше больше 13 августа бегуны будут преодолевать настоящую марафонскую дистанцию. В конце мая у нас будет легкоатлетический праздник фестиваля бега королевы спорта. Планируется в августе соревнование по легкоатлетическому марафону. И в ноябре будет проходить забег, посвященный Дню народного единства. Все-таки движение – это жизнь. А все у нас люди заботятся о здоровье. И утром, вы знаете, бегают на набережной. Забег любительский. И для многих победа – просто пробежать дистанцию. Не обошлось без сюрпризов. Спортивную форму некоторые бегуны заменили на карнавальные костюмы. Эту тенденцию организаторы решили продвигать. И давать приз за лучший наряд. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Когда ничья, как поражение. Самарские крылья Советов не смогли на домашней арене победить пермский Амкар в российской футбольной премьер-лиге. Как это было, расскажет Андрей Горгуленко. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте. С вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». Несмотря на то, что в день матча с Амкаром в Самаре было солнце, тучи над крыльями Советов сгущались все сильнее. Чтобы выбраться из зоны вылета, волжанам нужно побеждать в каждой игре. То, что самарцы будут сражаться только за три очка, стало понятно, когда главный тренер Вадим Скрипченко выпустил на поле атакующий состав. Мы все-таки, играя дома, при своих болельщиках, и находясь в нижней части турнирной таблицы, понимали, что нам нужна победа сегодня. И мы, я считаю, многое сделали для того, чтобы добиться этой победы. Команды не стали долго раскачиваться. С первых минут показали болельщикам яркий футбол. Счет на восьмой минуте открыли гости. Быструю атаку Пермяков завершил поляк со звучной фамилией Януш Гол. Самарцы с ответом не тянули. Счет сравнял Бруно. На 30-й минуте судья назначил спорный пенальти ворота хозяев. Заняв с 11 метров, не промахнулся, вернув Амкару лидерство. Правда, ненадолго, уже через две минуты, Корниленко оказался в нужное время в нужном месте. Я думаю, что в матче мы имели примерно одинаковые возможности выиграть. В концовке там крылья нас прижали. Во втором тайме крыльям удалось взять игру под свой контроль. А вот своей эмоции нет. Главного тренера Волжан удалили за споры с арбитром. А на 90-й минуте красную карточку за неспортивное поведение получил Вячеслав Зинков. В добавленное время крылья устроили настоящий навал на ворота Пермяков. В штрафную гостей даже прибежал голкипер Георгий Лория. Но затолкать победный мяч ворота так и не удалось. Итог 2-2. После ничьи в активе «Волжан» 17 очков. Команда по-прежнему находится в подвале турнирной таблицы. Поправить это положение крылья смогут в играх с прямыми конкурентами. А лидировать продолжает московский «Спартак», который оторвался от ближайших преследователей на 8 очков. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! Это все новости на сегодня. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok